Согласитесь, гораздо интереснее не просто пройтись с обзорной экскурсией и познакомиться с главными экспонатами музея, но и стать участником целого представления. Именно такую возможность дарит историко-архитектурный музей-заповедник рязанцам и гостям города. Теперь в их арсенале появилась новая анимационная программа, посвященная исконно русскому блюду, которое на протяжении многих веков было главным на столе наших предков. Каша на все времена – это целое представление, полностью построенное на этнографическом материале Рязанского края. Здесь гости музея смогут не только узнать, но и попробовать пять видов каш, которые, по сути, сопровождали наших предков на протяжении всей жизни. Пожалуй, больше всего обрядов было связано с крестинами. Кому-то из гостей в ходе программы доведется побывать в роли родителей, кому-то в роли крестных, но самое главное в этом действии – крестильная каша, которую еще называли бабкиной. Ведь, согласно обычаю, варила ее бабка-повитуха. Специальную кашу готовили и на свадьбу, а также к большим церковным праздникам. Называлась она кутья. Рис с изюмом и с модом. Кутью ели также еще и в Великий пост. Больше всего гостям понравилась каша рязанская, которую традиционно готовили с добавлением тыквы. Также участники анимационной программы попробовали солдатскую кашу и услышали историю появления ее рецепта. Солдатская каша, она ненародная. Ее придумал Александр Васильевич Суворов. В одном из походов к нему пришел полковой повар и сказал, что всякой крупы есть понемножку, но ни одной недостаточно, чтобы сварить на всю войско. И он тогда сказал, а вы смешайте все вместе, все крупы. И каша получилась вкусная. Помимо каши гостям предлагали исконно русские напитки, клюквенный морс, избитень, а также сладкие пирожки. Первыми, кто оценил новую анимационную программу Рязанского Кремля, стали представители туристических агентств. После окончания действия руководство музея выслушало замечания и предложения гостей, но их было немного. В основном от программы приглашенные были в восторге. Понравилось все, программа насыщенная, разнообразная очень, за это время короткое. И исторически какие-то интересные вещи узнали, и попробовали, и поучаствовали в интерактиве самом. На мой взгляд, пользуются большим спросом и у семейных посетителей, и у школьников, и у всех. Потому что любят люди поучаствовать в интерактивной программе, и попробовать, чтобы их кормили, и узнать что-то новое. Тем более, что речь шла о традиционной рязанской пище. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Наверняка каша на все времена станет прекрасным дополнением к основным экскурсиям, которые на сегодняшний день предлагают рязанцам и гостям города в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».